Страницы истории открыли для себя щелковские школьники. Площадкой для погружения стало архивное управление администрации района. А вот источником информации – живые истории ветеранов. 75 лет назад в это самое время началось формирование щелковского батальона народного ополчения. Тех, кто в 41 году ушел на войну, остались единицы. Но информации даже о выживших зачастую просто нет. Пришедшие на мероприятия ветераны Отечественной войны о народных ополченцах, казалось, могли рассказывать часами. Отец Нины Ивановой – народный ополченец. Она вспоминает, заиграла музыка духового оркестра, в страхе бежал народ, кричали женщины и плакали дети. Так уходили на смерть солдаты щелковского батальона. 20 минут на прощание и в бой. Забыть такое невозможно. Это был вой. И было очень-очень-очень больно. Вот я говорю, вот до сих пор мне вот сейчас 80, а было почти 5. Вот я помню это все сказано. Так уходило народное ополчение в Москву на фермирование дивизии, входящей в состав армии. Во время лечения в Щелковском госпитале отцу Нины Ивановны было разрешено на ночь приезжать домой. Здесь он и оставил свой именной посмертный паспорт. Так он прожил месяц. Последний месяц с семьей. На протяжении многих лет, до 47-го года, об отце Нины Ивановны не было никакой информации. Пока однажды сослуживцы не сообщили, что он погиб в октябре 41-го года. Вот свидетели, которые видели, что отец подорвался на мине, составили какую-то справку, там больница заверила, там все заверили. И с этих пор у нас считалось, что отец погиб 12 октября 41-го года. Спустя годы появились сведения, что в больнице он выжил и продолжил воевать. Позже крывет Щелковского района напишет книгу «Судеб», для работы над которой продолжит расследовать историю погибшего ополченца. Сейчас вот эти книжки, ваши книжки, я их уже промусолила вдоль и поперек. И я нашла. То есть он не погиб 12 октября. Эти книжки у меня лежат, и я каждый день их тереблю. Большая часть книги написана с использованием архива. Исходных данных хватало не всегда, и на многие вопросы до сих пор нет ответа. В мае прошлого года мы получили список бойцов народного ополчения. Ну и рассказывал. Это был дальше сложный вопрос, попытаться определить, где-то что-то такое найти. Плюс попытаться выйти хоть как-то на потомку. Познавать историю не только из книг. Со слов участников событий гораздо интереснее, признаются ребята. Ведь в них эмоции и личные переживания. Ветераны знают столько всего из своего детства. Помнят то, что они пережили все это. И это наша гордость. На войне не так уж и легко, как представляется. Думаешь, что там, ну подумаешь, всего лишь воюешь. А на самом деле это целая трагедия для всего мира, для всей страны. Не только слова. Сохранились и некоторые бумажные документы тех лет. Их тоже школьникам показало архивное управление. Но документов войны очень мало, практически нет. И сегодня управление принимает личные фонды, которые собственники готовы отдать. Марина Познякова, Александр Рожевский, телерадиокомпания «Щелково».